Поднимите, пожалуйста, руки, которые, как коллег, которые в первую очередь работают с региональными сетями на текущий момент. Хорошо. Кто вообще не работает с сетями? Немного на есть. Я бы сейчас хотела обратиться к Людмиле. Торговая сеть Европа. Обозначьте, пожалуйста, сейчас масштаб компании. И ключевые сейчас направления стратегического развития у сети в отношении именно производителей. Что именно делается для того, чтобы, ну и скажем так, какие основные задачи вы в первую очередь сейчас решаете для того, чтобы продолжать быть лидерами на своем рынке? Торговая сеть. Чуть-чуть поближе. Меня слышно? Да. Погромче, можете, коллеги, если можно, тогда чуть-чуть подстроить погромче микрофон. Торговая сеть Европа насчитывает на сегодняшний день 48 гипермаркетов и супермаркетов на территории Центрального федерального округа. Это Брянская, Белгородская, Орловская, Липецкая, Курская область. В Рязани у нас два гипермаркета больших. И, как сказал уже коллега, мы очень открыты для поставщиков, для производителей и приветствуем новых. Очень любим как действующих поставщиков, так же уже заочно любим и новых, потому что хотим, чтобы ассортимент нашей сети был интересен прежде всего для покупателя. Знаете, как три кита, на которых успех ритейлера держится, это основных таких, там уже они подразделяются. Это атмосфера, ассортимент, атмосфера и искренний сервис. Если, допустим, искренний сервис – это чисто задача ритейлера и атмосферу создать, то ассортимент – это уже задача такая двухсторонняя. Очень хочется, чтобы поставщик и производитель отвечал за продажи наравне с ритейлером. И не такой страшный зверий ритейлер в своих требованиях, просто это все основывается, знаете, все инструкции, они пишутся на основе каких-то ситуаций очень неприятных. Прописано кровью. Ну да. Я здесь хочу поддержать сразу, вот один из постулатов, вот 17 лет работаю на сайте retail.ru и в 18 лет я слышу одну и ту же историю. Так трудно выйти в сеть. Я говорю, бюрократия в сети придумана не просто так. 6 тысяч, например, партнеров, да. Любой неправильно простроенный момент приводит действительно к оса, к снижению. То есть у Соломова дырка на полке, которой не должно быть. И знаете ли вы, что вот эти моменты, когда действительно в торговых сетях отсутствует товар на полке, приводят к тому, что им приходится иметь разговор с вышестоящими органами, к сожалению, которые внимательно смотрят, присутствует ли хлеб или отсутствует хлеб на полке. И даже появляются какие-нибудь хорошие новости. Поэтому здесь тоже такой момент, который бюрократия, она не просто так появляется, она для того, чтобы система работала регулярно и стройно. Безусловно, помимо проверяющих и регулирующих органов, это прежде всего имидж сети. Это покупатель, который зашел один раз, допустим, и не увидел хлеб на полке, но последствия понятны. Мы боремся за каждого покупателя, мы пытаемся и успешно пытаемся выдержать конкуренцию, поэтому эти требования, они все важны. Но в отличие, могу сказать, что в нашей сети договор на двух страничках. На двух? Да. Ну, поэтому не так все сложно, на сайте вывешены все условия, можно зайти посмотреть, пока мы еще только, как коллеги озвучили у них, а мы работаем только в вопросе создания личного кабинета, но все будет и станет еще проще. Но на сегодняшний день мы тоже максимально стараемся упростить. И что нужно для входа в сеть? Ничего сверхъестественного и отличающего от других требований. Это стабильность, качество, попартийное, полноценное выполнение заявки в срок. Все. Это вот те требования, которые может предъявлять любая сеть, с кем вы будете работать. Первоочередные требования. Потом уже начинается там разветвление по кванту поставок, там тат-тат-тат-тат-тат. Это уже вопрос вашего, прежде всего, развития, логистические затраты и так далее. А вот это основное, на чем зиждется вообще сотрудничество. Еще также хотела сказать, что мы очень много сами занимаемся продвижением бренда. Наталья знает, что мы это ивент, мероприятие очень много для знакомства именно покупателя с продукцией. Потому что, ну, не секрет, там сейчас до трех секунд сократилось время контакта покупателя с товаром. Как бы мы часто ни обновляли, надо еще учитывать то, что этот товар, контакт, время контакта с товаром на полке у покупателя очень короткое. Может быть, он хорошие свойства имеет, он полезный там. Все это даже вы грамотно продумали упаковку, там все написано. Но в спешке покупатель возьмет привычное, не глядя, или там СТМ-продукцию, а времени рассматривать и делать выбор полноценный может не хватить. Для этого мы проводим всевозможные дегустации, у нас есть постоянные места в магазинах по проведению дегустации. Регулярно собственную торговую марку поддерживаем и также уделяем очень много времени вопросам коллаборации с производителем по поводу продвижения. Наша знаменитая Ева, наверное, можете в зале поднять руки, кто знает нашего робота, который в магазинах приветствует всех покупателей, дегустирует продукцию, развозит. Путешествует по всем 12 городам периодически, и у нас магазины просто на разрыв. Нам оставьте на два денечка, там всякими способами пытаются повторить, по третьему кругу запустить у себя и прочее. То есть как бы развитие сети уделяет огромное внимание развитию именно, развитию вкусов покупателя и знакомства с товаром пристально. Ну что лучше, чем попробовать продукт? Сколько о нем ни говори, один раз дай попробовать, и дегустации показывают значительный рост в 5, в 6, в 7 раз. Ну хорошо, что теперь можно вернуться опять к дегустациям. Тут надо понимать, что последние два года мы все имели возможность сделать. Но мы с радостью, как только появилась возможность, сейчас прямо вот этот топчик. Я сейчас предлагаю перейти дальше. Анна Яцук, торговая сеть Командор. Командор, на самом деле не только Командор. Если можно, чуть-чуть шире подскажите, какие у вас форматы. Давайте, чтобы Анна взяла какое-то слово. Всем здравствуйте. У нас на сегодняшний день 370 торговых точек, три формата. Это формат дискаунтер, формат фрешмаркет и формат гипермаркет. Мы представлены на 63 регионах. У нас 350 тысяч покупок в сутки. Если я правильно помню, у вас к плечу логистики где-то порядка тысячи километров, да? В разные стороны. Да, в разные стороны. Да, на самом деле я с Командором достаточно плотно взаимодействую еще по направлению собственного производства. У нас очень активная коммуникация выстроена с Светланой Пироговой. И, конечно, отдельная история, как они развивают вкусовые предпочтения своих покупателей. Это тоже одна из ваших сильных салон, как, впрочем, и у Европы тоже. Это то, чем приходится региональным ритейлерам всегда отстраиваться. Скажите мне, пожалуйста, какие сейчас особенности у вас взаимодействия с поставщиками? Как вы настроены, кого вы в первую очередь ждете, кого вам не хватает на вашем регионе? И также подчеркните там, где у вас какие-то есть специальные коллаборации. Для начала хочу сказать, что наша основная миссия в компании – это предоставить покупателю комфортность покупки и свежий товар. На сегодняшний день мы развиваем местных производителей. Я очень рада, что вы задали мне этот вопрос, потому что последнее время, когда производители приходят к нам на переговоры и предлагают свою продукцию, они, к сожалению, ей не болеют и не знают ее. Приходит менеджер, его начинаешь спрашивать, а сколько у тебя сейчас есть свободных мощностей, сколько ты сможешь нам закрыть, насколько нашу территорию? К сожалению, он не знает. То есть я вот имею возможность обратиться к производителям. Вы, когда приходите в сети, вы, пожалуйста, знаете, что вы предлагаете. И, как уже говорил предыдущий спикер, обязательно должен быть план развития вашей продукции, как вы себя будете позиционировать на полке. Обязательно должно быть понимание, с кем вы себя сравниваете, для того, чтобы мы тоже поняли, кто вы, что вы. И мы открыты к сотрудничеству. Если вы маленький производитель, мы готовы вам предоставить курс магазинов 15-20. Но давайте с чего-то начинать работать. 15 магазинов отгрузили, уровень сервиса 100%, поехали дальше, еще 20, 30, 40 и так далее. То есть я поддерживаю коллегу. У нас тоже есть некие сложности при взаимодействии, потому что сейчас не у всех есть четкое понимание, чего хочет сам производитель от сети. Спасибо большое. Более у ритейлеров тоже. На самом деле сейчас хочу уже присоединить к нашей дискуссии Джона. Торговая сеть близкий. Буквально вот вчера у нас вышел фоторепортаж, где вы также видео можете посмотреть, видеорепортаж из сети, активно развивающийся. За два года 100 магазинов, насколько я помню. На прошлой неделе открыли буквально 105-й. Прямо за три года достаточно эффективно открываемся, развиваемся по всем территориям Дальнего Востока. Какие сейчас ключевые сложности вывозы, ну как активный, но при этом молодой ритейлер, но я понимаю, что вы входите в холдинг Невада, там немало чего. И вот все-таки вы, как коммерческий директор именно дискаунтера, могли бы обозначить какие-то особенности взаимодействия сейчас с поставщиками именно на вашей территории и именно у вас? На самом деле коллеги достаточно много сказали про такие больные достаточно точки. Единственное, здесь, наверное, могу подсветить нашу боль, что мы системный игрок. Сеть дискаунтеров – это всегда выжимка из матрицы. Это матрица у нас максимальная порядка трех тысяч СКЮ. И здесь хочется работать с такими же системными поставщиками, которые думают не так, что партию товара произвели, продали и все. Которые выстраивают долгосрочную стратегию и думают об эффективности торговой площади. Потому что, ну, в конечном счете, не уровень сервиса решает, будешь ты дальше развиваться или нет. Развивает, решает будущее торговой марки, товара. Именно то, как товар отрабатывает. Потому что, ну, в 23-м году уже сети превратились не в место, где просто выставляется товар, а в систему, которая приводит клиентов к товару вашему. И, наверное, ключом к поиску заинтересованности со стороны сети к поставщику, вот, фокус на 2023 год, возможно, уже будет SRP-упаковка. Это тот момент, когда поставщик, переведу, shelf-ready package, тот момент, когда поставщик уже понимает, что товар будет продаваться в определенном количестве. Он посчитал квант, он в нужном количестве упаковал товар. Нам остается только выставить на полку, открыть сверху упаковку, и все, и товар продается. То есть дискаунтер – это операционная эффективность, это рентабельность каждого метра торговой площади, это максимально вымеренная матрица. То есть, если говорить именно про наш формат, то сухие цифры без эмоций, и, как коллеги сказали, будьте понастойчивы, потому что времена меняются, очень часто приходится очень быстро менять наполнение, 22-й год это показал, и те поставщики, которые в 2021-2020 году не могли попасть на полку, про них вспомнили, потому что они не забывают о себе, напоминают регулярно. Мы сейчас выстраиваем достаточно дружелюбную атмосферу с поставщиками, потому что у нас всегда два клиента. Это клиент в магазине и клиент, который поставляет товар. И когда клиент, который поставляет товар, понимает, что нам надо, когда мы понимаем с полуслова, и он заинтересован в нашем росте, мы заинтересованы в его росте тоже. Как-то так. Ну, на самом деле, я отмечу, что на Дальнем Востоке я еще для себя увидела несколько другой формат дискаунтера. В каком плане у вас оливковое масло можно встретить? Хотя для меня это было удивлением. При этом я хочу отметить, что у них есть еще и мясо, как свежеразрубленное мясо. Что совершенно для меня непонятно было, как можно дискаунтере устроить вот такой расклад. Хотя это абсолютно обычная прерогатива более таких ценностных магазинов. Как вы с этим справляетесь? И откуда берете производителей? Здесь нужно помнить, что Дальний Восток, в отличие от центральной части России, имеет плотность населения, наверное, в раз 40 ниже. И мы должны быть эффективны, мы должны быть конкурентны. Понятно, что нет такого большого количества конкурентов, но и клиентов на квадратный метр площади у нас меньше. Поэтому нам приходится быть гибкими, приходится подстраиваться, приходится думать в первую очередь о клиенте. И здесь сегментация клиентов чуть иная, чем в центральной части России. То есть клиентов меньше, и нам приходится быть более универсальными. Мы сделали фокус на свежие товары. У нас можно купить фрукты, мясо, как вы сказали. Можно купить в некоторых случаях даже оливковое масло. Но поскольку сеть достаточно молодая, матрица регулярно обновляется. И сейчас у нас будет очередная итерация по обновлению. Мы не скрываем то, что делаем фокус на собственной торговой марке, потому что сейчас уже встретились с поколением клиентов, которым какие-то широкие бренды уходят на второй план, которым важен товар и качество. То есть, чтобы дать максимально интересное предложение, мы собираемся развивать собственную торговую марку. И в том числе свежие фрукты, молоко, мясо и все, что можно купить, чтобы вкусно покушать, не выезжая далеко из своего района. — Один из таких вопросов, который уже сегодня затронул Илья. Какие мероприятия организуют торговые сети для поставщиков? У федеральных игроков сейчас уже абсолютно нормальным является делать конференции поставщиков. Кстати, отмечу, что буквально на этой же неделе в Санкт-Петербурге X5, например, делает специальное мероприятие для малых поставщиков. Это к вопросу о фермерстве и все прочее. Все крупные игроки так или иначе эту историю строят. Вот какие, вот можете ли каждый из вас коротко обозначить, где можно и какие специальные мероприятия делаются вами для поставщиков? — Как слышно меня? — Подтягивайте звук, пожалуйста, коллеги. — Да, все верно. Наши друзья организовывают мероприятия на этой неделе. У нас мероприятия по фермерам сегодня проходят параллельно в Санкт-Петербурге. Мы организовываем как на федеральном уровне мероприятия, так и на локальном. Я рассказывал торгово-закупочные мероприятия. Мы согласуем это с Минпромторгом регионов. Выезжаем, также рассказываем, но уже более подробно, то есть презентация там не на 13 слайдов уже, а на 40, 50. Мы прям доносим максимально нашим партнерам текущим, будущим, как с нами работать, как мы хотим работать. Цель этих мероприятий — показать максимально открытую позицию, чтобы не думали, что сеть плохая, злая. Как это принято думать у производителей, у поставщиков. Нет, торговая сеть «Магнит» уже давно перестроилась, уже давно мы выстраиваем открытое партнерство. Помимо этого, у нас есть такие мероприятия, как годовые переговоры. У нас есть, ну это уже встреча визави, где обсуждаются результаты года. Также мы делаем с крупными производителями встречи поквартальные, смотрим, как мы идем согласно наших договоренностях с прошлого года. Если это новый партнер, то, соответственно, мы договоримся, как мы начинаем работать, потом делаем срезы, ну именно с новым партнером сети. Мы встречаемся, стараемся через квартал, либо через полгода. Ну вот ключевые мероприятия такие, то есть, соответственно, на этих мероприятиях всегда можно пообщаться с категорийным менеджером, с руководителем категории, с директором департамента. Также мы участвуем в ярмарках, поддерживаем и различных мероприятиях, подобных этому, да, то есть профессиональные выставки, продуктовые. Участвуем в форумах, различных, ну, подобных мероприятиях. — Коллеги, есть что дополнить, и вот какие-то особенности все-таки взаимодействия с производителем, если можно, ну вот кому удобнее подхватить? Анна, Джон, Людмила? — Я, наверное, добавлю, у нас все то же самое, но у нас есть еще ассоциация «Инисельский стандарт», это коллаборация местных производителей, где мы общаемся на этой базе, на платформе с производителями. У нас один раз в месяц проходят ассортиментные комитеты, где по определенной категории к нам приходят производители, мы говорим, что мы хотим, сколько мы хотим, зачем, и мы смотрим продукцию, и уже, соответственно, договариваемся о дальнейшем сотрудничестве. — Здесь я, кстати, отмечу, что я в единственном городе во время своей поездки увидел следующее, когда на одном баннере, который будет в городе, два местных ритейлера и ассоциация, потому что они поддерживают вот это, вот, сосновая шишка или кедровая шишка, да? — Да, все верно. — Вот, в качестве своего такого аутентичного бренда местного. И отдельный момент, когда категорийный менеджер и коммерческий департамент ритейлеров находятся в одном чате. — Это просто удивительно. Как раз в Красноярске мы проводили мероприятие, ритейлеры-поставщики как-то зарабатывать в рознице, и было приятно понимать, что коллеги говорят абсолютно на одни темы, абсолютно чуть ли не теми же словами, потому что они действительно в коллаборации находятся, то есть они действительно занимаются, конкурируя, они сотрудничают. — Джон, если что-то дополнить у вас? — Если говорить про местных поставщиков, есть у нас такой партнер, сделанный на Дальнем Востоке, и организация, это наша дружественная организация, и эта организация помогает не только упаковать товар, если есть какой-то фермер, кто делает какое-то сырое производство, у него нет ресурсов на упаковку, не может сделать правильную подготовку товара для отправки, нет собственных логистических мощностей. И вот этот партнер помогает не только вывести товар в сеть, но и поддерживает дальше присутствие товара на полке. Здесь, наверное, больше про самбери речь, потому что в близком такого товара пока не очень много. И партнеры, которые раз попали к сделанному ДВ, они продолжают развиваться, потому что помогают делать не только продукт, но и стратегию развития. Помогают с мерчендайзингом, с логистикой и со всем остальным. – Такой вопрос в части входа на полку через собственную торговую марку. Можете ли вы сказать, что это сейчас эффективная стратегия? Или все-таки есть ли компания сосредоточена на развитии собственного бренда, собственной торговой марки? Для них не стоит строить вот такого рода стратегию? Есть ли по этому поводу какой-то комментарий сложнее, проще через СТМ? – Можно, да, начну-то? Смотрите, мы видим, что по прошедшему году доля СТМ, в принципе, по рынку на 2% выросла. Как вариант, они могут использовать такой путь, конечно же. Есть и помимо СТМ еще варианты развития. Это кооперация с торговой сетью, так скажем, ко-брендинг. Это некая эксклюзивная торговая марка. То есть это используется бренд «Магнит» и некий производитель, который может быть известен в своем регионе. Можно специальную рецептуру разработать, которая будет только в торговой сети «Магнит» представлена. Это отличные возможности для того, чтобы заходить. Ну и если возвращаться к СТМ, здесь важно понимать объемы производства, которые вы можете дать. Сегодня уже эту тему тоже касались. Ну и гарантия качества постоянно, то есть регулярно воспроизводимое качество. Поэтому если партнер в себе уверен, готов в том числе открываться, чтобы наше качество пришло с неким аудитом производства, готовы открыто принять замечания, поработать над устранением, если они вдруг будут, то, пожалуйста, для СТМ двери открыты. Волна сейчас идет. То есть мы этот тренд такой видим, что через СТМ также можно заходить. Спасибо. Людмила? Да, я за одно выступление скажу на два вопроса. Ответ. Помимо того, что мы у себя на территории проводим встречи с поставщиками и так далее, мы стараемся максимально использовать ту возможность, которую предоставляют нам выставки, проводя центры закупок сетей и так далее. Поэтому вот, допустим, завтра представители нашей сети будут работать на центре закупок сетей. Пользуюсь случаем, приглашаю прийти. А, кстати, кто идет завтра на центр закупок сетей? Поднимите, пожалуйста, руки. Так мало. Вы знаете, вы недооцениваете этот инструментарий, потому что на самом деле сейчас получить какие-то инсайды в части развития какой-либо категории действительно напрямую сильно проще. И вот недооценка этого инструментария… Я просто, понимаете, я тоже очень много времени наблюдаю, как кто-то регулярно ходит на центр закупок сетей, потом опа, они перестают. Почему? Потому что они свои задачи конкретные решили и дальше уже двигаются своими методами. Но… Что еще раз? А вы спросите, почему они туда не ходят? Потому что, правило, категоричники совсем не те, и им неинтересно, с чем он пришел. Маша в голову говорит «да», потом начинаем писать бесполезно, и ему это неинтересно, он пришел просто, чтобы, ну вот, отбыть, так сказать, этого там незаметно. Мы возвращаемся… Сейчас не ходим, не работает. По делам? Ну, я не могу говорить о других компаниях. Просто это возвращаемся к вопросу, что вам не пишут, не звонят. Давайте, наверное, эту проблему рассматривать с двух сторон. Каким образом… Что это за письмо, куда оно отправляется, что содержит и так далее. Мы уже с коллегами сказали, что у всех есть возможность посмотреть, какие условия выставляет сеть, и согласно этому. Потому что зачастую презентация содержит… Вот наши презентации, мы хорошие, там, фотографии, упаковки и так далее. Простите, я никого не хотела обидеть, но зачастую это такой холодный контакт, просто чтобы поставить галочку, что мы письмо отправили, нам не ответили. Поэтому давайте быть гибче в этом плане. Ну, это к вопросу об изучении сетей. На самом деле, вы тоже поймите правильно. Знаете как, у меня здесь нет задачи. Вот этот конфликт между поставщиками и ритейлерами, он все равно сохранится. Это абсолютно нормальный атаконизм, который, как говорится, у кого кто-то сильнее, кто-то у кого-то менее сильная позиция. Это абсолютно нормальным является в нашем бизнес-сообществе. Но, на самом деле, когда вы максимально готовы, знаете, я тоже человек, который выстраивает нетворкинг на разном уровне для того, чтобы решать свои задачи, иметь возможность там действительно приехать. Вот за сутки до того, как я приеду в какой-то город, сообщить о том, что я приезжаю, и меня пускают в сети с видеосъемкой. Это тоже моя задача, которую я решаю и выстраиваю. И это тоже не быстрая задача. И если вы не работаете над тем, чтобы о вас знал ритейлер через различные способы, то вас и не узнают. Это тоже такой момент, знаете, это не решаемая задача. Он нас все равно не любит. Либо нас не пустят. Вот если с таким посылом вы идете, надо задуматься, зачем. И в продолжение о собственной торговой марке, я развитием собственной торговой марки в сети занимаюсь уже более 10 лет. И могу точно сказать, что вот немножко у производителей такие колебания и амплитуды, у них этих колебаний достаточно высокое. Если там в начале все говорили, все сделаем под собственной торговой маркой, только нас возьмите на любых условиях. Потом вектор сменился. Мы развиваем свой бренд, потому что, собственно, торговую марку нам невыгодна экономически и так далее. А сейчас какое-то промежуточное. То есть те, кто смог оставаться гибким, слышать и понимать свои точки роста, а вот те как раз сейчас, те производители сейчас, так скажем, лидируют. Потому что, собственно, торговая марка – это тоже очень большой резерв. И сети, в том числе и наши, легко можно зайти не со своим брендом, а под собственной торговой маркой. Поэтому используйте этот механизм. А на есть ли что-то дополнить? Я хочу сказать только то, что если у вас не получилось зайти в сеть как бренд, вы можете зайти в сеть как собственная торговая марка. У нас есть запуск по СТМ, то есть у нас расписаны проекты, и вы можете участвовать в торгах. То есть прийти и на общих условиях. Насколько я знаю, в Близском сейчас отдельного бренда нет именно для вас? У нас есть общие бренды, которыми пользуется весь холдинг, все три сети с Амбери, раз-два и Близкий. Но здесь я хочу сказать, что в первую очередь это не просто сделать собственную торговую марку. В первую очередь это товар по справедливой цене, а потом уже собственная торговая марка. То есть у нас достаточно серьезный подход к выбору поставщиков, достаточно серьезная отборка, конкурс. И здесь должны понимать, что требования к собственности торговой марки достаточно высокие с одной стороны, но с другой стороны они обеспечивают поставщиков стратегическим преимуществом, потому что собственная торговая марка – это фокус сети. Для собственной торговой марки выделяется отдельная полка, контролируется выкладка. Но при этом и требования к качеству собственной торговой марки достаточно высокие. То есть здесь нужно, чтобы каждый поставщик оценил себя, свою готовность поддерживать высокий уровень оказания вот этих услуг. И да, с одной стороны это проще и дополнительная возможность зайти в сеть, но с другой стороны это и ответственность поставщиков, которые могут подвезти по собственной торговой марке, мы не забываем. Но тем не менее есть большое количество поставщиков, которые достаточно эффективно развиваются в этом направлении. Есть в том числе и внешнеэкономические деятельности поставщики, и они будут расти, мы в этом направлении достаточно серьезно двигаемся. И финальный уже вопрос. Сегодня уже затронули эту тему, что коммерческие приложения, которые поступают к вам как к сетям. Анна, если можете подхватить, ответ первый. Что вы должны увидеть в вашем письме, вернее, в письме к вам, чтобы вы обратили внимание на это коммерческое предложение? И еще такой вот обратный. Как вы ищете новинки для того, чтобы обновить свою категорию? Где вы ищете сами поставщиков? Ну, начну, наверное, с ответа, где можно посмотреть, что такое КП для нашей компании. У нас есть сайт, commandor.ru. Можете на него зайти и посмотреть, там есть шаблон, он понятный. Заполнить его и отправить. Там есть все поля, которые необходимы для принятия какого-то первого решения, интересен нам товар или нет. А вы на каждое письмо отвечаете? Стараемся. Ну, скажем так, вопрос? Сейчас отвечу на второй вопрос. Как мы ищем и как мы вообще понимаем, что нам нужно? У нас есть переговорная компания. В нашей компании структура следующая. У нас есть категорийный менеджер, который управляет ассортиментом. Он ищет вот эту потребность, которая сейчас не закрыта в определенной категории, и дает уже Bayram. Bayram консолидирует объем и ищет производителей, закрывает квоты, которые нужно закрыть в определенный момент. Где ищем? Вот здесь будем искать сегодня. Завтра также на центре закупок я буду присутствовать. И моя коллега Алена. У нее сухая полка. Приходите, пожалуйста. Инисейский стандарт. Подсматриваем в других сетях, что есть, какие новинки. То есть все различные механизмы используем для поиска. Спасибо. А если что-то дополнить, Джон, Людмила? Да я думаю, исчерпывающе. В принципе, система аналогичная. Но если говорить про сеть близкий, крупными красными буквами SRP упаковка. И я гарантирую, что письмо будет рассмотрено. А, ну вот называется один лайфхак вы уже получили. Опять же, работу маркетологов никто не отрицает. По изучению рынка, по отслеживанию трендов, по всем этим вопросам. Хорошо. Давайте так. Мы понимаем, что сейчас чуть-чуть я уже затянула, как бы в силу того, что мы задержали и первую часть. Сейчас будет возможность, там, порядка 15 минут нам на небольшую передышечку перед следующей сессией. Мы начнем следующую сессию в 13.30. Ну, 13.35 крайне, но 13.30 будем стараться. Вот. Сейчас есть возможность немножко там кулуарно пообщаться. Спасибо всем, кто первую часть уже так спокойно отсидел, дождался. И успехов вам для того, чтобы можно было успешно работать представителями сетями и не только. Спасибо. 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 Спасибо.